Всем привет дорогие друзья! Сегодня мы с вами допройдем дополнительный сценарий, рожденное желанием. Как вы помните, мы искали Эрнеста Болдуина. Куда-то он у нас подевался, не стал нас ждать. Поэтому, для начала, друзья, я еще хотел показать вам одну книжку, которую я упустил, к сожалению. Я ее как раз таки искал, я вот не помнил в какой она комнате находится, потом понял то, что просто недостаточно близко находился, чтобы ее посмотреть. А сейчас я вспомнил то, что она лежала как раз таки на этом столе. Давайте прочитаем ее. А здесь лежит книга, похожая на энциклопедию растений. Акация. Акация. Кустарник, входящий в подвид мимозы. Соцветия растения крупные и растут кистями, содержат пыльцу. Существует соцветия белого и желтого цвета. Белый цвет типичен для соцветий этого кустарника. Дерево акации – важный символ, встречающийся во многих верованиях по всему миру. В христианстве акация символизирует вечность бытия и мораль. В древнем Египте акация была символом духовной чистоты и возрождения. В древнем Вавилоне акация считалась деревом богини Иштар и была символом жизни. Священным деревом считалась она и у древних иудеев, построивших из нее ковчег завета, и была для них символом причащения и избавления от греха. Ну, такая вот научная энциклопедия, которая рассказывает нам об акации, очень таком священном дереве, как вы поняли. Ладно, теперь продолжим искать Болдуина. Ох ты, парень, ты пою... А, ты пройдешь мимо, конечно же. Слушайте, а мы, может, тоже проскочим? А у нас и не... Ой-ой-ой-ой, еще бы чуть-чуть и действительно достал бы. О, нет, на этом все не заканчивается. Господи, какая музыка ужасная. Я знаю, Кира был мастер создавать такую музыку. Погодите, стой. Слышь, конечно, но... Блин, а? Прямо здесь стоят вечно вот. Обожаю вас, парни. Так, коридорчик закрыт. Ну, так, патроны, что ли, у нас валяются. Газеты какие-то вроде бы, но почитать нельзя тоже. Книги и швабра. А, нет, это щетка и мусорная корзина. В любом случае, у меня нет настроения заниматься сейчас уборкой. А, погодите, там что-то еще было? Да нет, я не лентяйка, просто в данный момент у меня есть дела поважнее. То есть, это, наверное, подчеркивает ее черту все-таки трудолюбие, скорее всего. Ведь просто так бы не стали это писать. Так можно вообще на каждую вещь внимания обращать. А здесь почему-то именно вот на швабру и ведро обратили внимание. Лечебный напиток, лечебный напиток, патроны. Отлично. А здесь есть что-нибудь интересненькое. Печенье, как всегда. Не вижу здесь ничего, что я могла бы использовать. Да как же, смотри, сколько моющих средств. Господи, здоровый особняк. Никогда не понимал, в чем прикол жить в таком особняке, честно говоря. Особенно после всех фильмов ужасов. Так, что тут опять? Этот монстр стоит прямо около двери. Нет уж, парни. Как-нибудь без меня. И оказываемся мы вновь в каком-то кабинете. Потерянные воспоминания. Кстати, всем знакомая книга под названием Lost Memories, которая потом вышла после выхода, по-моему, третьей части, где разработчики описывали самые интересные моменты первой и третьей частей. И рассказывали вот сами о монстрах и обо всем, обо всем, обо всем. Фактически о том, что они не упомянули в игре. Тоже назвали книгу потерянные воспоминания. Но я думаю, всем интересовавшимся вселенной Сайлент Хилла знакома эта книга. Но здесь немножечко про другое. Я по-настоящему убежден, вы можете даже назвать это верой в существование чуда, называемого воскрешение из мертвых. На холме, за которым садилось солнце, затянул свою песню зверь. Крововые слова, капли тумана и сосуд ночи отворят могилу. Люди плакали от радости и страха, но моя вера в спасение к сучилпабы была непоколебима. Об этом говорят и многие легенды. Первые служители культа верили, что смерть это не конец, а лишь путь, который умерший возвращается к природе. Они также верили в обратимость этого процесса. Внизу страницы есть какая-то пометка. Это написал Эрнест. Что это может значить? Кровь красный, туман белый, ночь черный. Так, опять же, какие-то ритуалы по воскрешению. Опять же, мы прочитали про дерево акации, которое было символом воскрешения. Много всего интересного. На столе лежат книги. Ни одна не показалась мне интересной. Окей. Продолжilesperация Россия Продолжение Терри It's from a girl named Amy Baldwin Your daddy? Yes Where'd you find that? Up in the attic Oh What a fool Now It's too late I finally understand why Why she was there Why she was holding the empty envelope When she fell Ernest Amy She isn't I'm sorry I'm sorry I reminded you No need to apologize You didn't remind me I've never forgotten Maria Some things we forget Some things we can never forget It's funny I'm not sure which one is sad It's been ten years But I still Ernest I'm sorry I didn't know No it's fine Maria That letter I'll leave it here Thanks Maria So you must be That's why That's why you could see me So perhaps that means that I can hope for a miracle as well What do you mean? In the apartment next door There's a bottle Containing a white liquid I don't know exactly where it is But I know it's in there somewhere I must have it You Want me to get it for you? Please Why don't you just get it yourself? If I could believe me I would But I Wait I'll open the stairway door Ernest Do you really believe it will work? I don't know Well That's okay I don't mind fighting for an impossible cause Anyway It beats just giving up And doing nothing Maria Thank you All this sounds Of course Very strange And so we can You know, that Emmy Dочь Ernesta Она Все таки Мертва Видимо Она Друзья Когда-то Забиралась На чердак Чтобы Достать Своему Любимому Папе Подарок Который Она там Спрятала Но Выпала С этого Чердака И Видимо Разбилась На смерть Поэтому Ernest Хотел Вот Об этом забыть но он говорил то что никогда об этом не забудет сейчас же он просит нас принести какое-то белое вещество но как мария видимо тоже уже догадалась и как мы уже прочитали то что раньше использовали белую акацию которая якобы являлась символом возрождения возможно с помощью этой жидкости он сможет как раз таки оживить свою дочь также мы находим книгу которая подтверждает то что есть какой-то ритуал с помощью которого можно оживить его дочь подарок имя и отцу эрнесту я нашла его вместе с поздравительной открыткой думаю надо ставить его здесь ну ладно делать нечего нам придется все равно отправиться за этим средством к тому же хотел бы сразу обратить ваше внимание когда мы выйдем отсюда эти ужасные звуки не действуют на нервы то что он начал говорить кто мы есть на самом деле то есть он начал не понимает а почему ты вообще можешь со мной говорить то мы тоже она такая недоумение отвечает а почему почему что такого-то странного в этом и вот он как бы не договаривает фразу действительно он догадался кто является мария но пока что нам не говорит так он сказал то что на лестницу открою дверь это вот вроде вот эта дверь поэтому отправляемся вот ты спокойно осторожней о господи так это либо зомби либо жуки а нет хотя этом нет это наверное жуки все таки точно жуки дави он еще ползет я просто постоянно жму пробел чтобы их задавить иначе фиг попадешь по ним ухты сразу же 2 двойное попадание так это что у нас друзья на земле лежит какая-то табличка эми болдуин бог слишком любил ее 7 лет такой малый срок то есть она умерла в возрасте 7 лет так ухты какой ужасный длинный подвал неудивительно что здесь столько тараканов развелось то жесть так монстры монстры выходите никого нету ухты манекен ну ты вообще что keep out of hunting манекенов от охотящийся на вас манекенов или от чего там ой парень к нам еще один идет отлично от кого там держаться подальше то а меншин погодите-ка меншин по моему нет я не помню как переводится меншин меншин то разве не ну ладно как то там у нет убежища по другому было здесь какие-то твари имеется ввиду так что это друзья мы вышли кстати на задний двор того самого здания в котором раньше бывали но здесь мы конечно же джеймсом не ходили а знаете почему потому что вот эта дверь при игре за джеймса она была закрыта и пытался открыть конечно на первый этаж но ничего не получилось в общем знакомое на мужу помещение можно кстати подняться наверх и увидеть ту самую друзья карту которую мы потом взяли этого помещения опять же открыт третий этаж но вроде как на третий этаж мы опять же даже здесь не сможем попасть то есть здесь закрыта можно побродить конечно поэтому здание но на самом деле двери будут все закрыты просто здесь будет огромное количество монстров причем монстры они будут расставлены именно так как ими увидит их джеймс расставленными в этом здании так ну мы просто возьмем то что нам нужно нам нужна друзья старая знакомая знакомая комната нам это 105 квартирка так аптечка но я думаю нам уже в конце она практически не понадобится потому что мы в принципе очень близки кстати к финалу знакомый нам стол с загадкой монетками на столе что-то написано но здесь слишком темно чтобы прочитать у нас нет фонарика а самое главное здесь лежит друзья флакон с белой жидкостью кстати что интересно если вы проходите за джеймсов и хотите концовку как раз таки воскрешения то вот этот флакончик он будет лежать по моему здесь вот в ванне хотя даже а ухты я бутылек даже нашел обалдеть по-моему я даже его вижу хотя нет вроде бы это не он в общем он будет по моему лежать именно здесь но или кстати здесь нет непопа моем в раковине лежал ну друзья проверьте если что я точно не уверен но это только при при повторном прохождении можно увидеть то есть при первом прохождении что и самое-то интересное нельзя получить концовку воскрешения так ладно отправляемся взяли белую жидкость нам тут принципе больше делать нечего нет парень я просто уйду а потом здесь проход то будет закрыт на действительно кто есть ухты ухты там еще и манекен но как бы так войти чтобы не поранил меня у нет с тобой разберусь готова так перезарядимся и в принципе можем возвращаться к эрнесту эй как тут зайти то а а что ж ты вы все спотыкаетесь то я не пойму так так тут вроде бы никто у нас не появился так осторожно все дошли друзья так спасибо мария это единственное что я не смогу найти себя до конца я не смогу оставить так на так 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 но мы Мария, Бога здесь. Вы тоже знаете. Вы родились в этой городе. Я не уверен, что Бог — это правильное слово. Я не уверен, что Бог — это правильное слово. Не верю. Это все, Бога. Эрнест, могу я открыть это? Эрнест, это просто смерть. Нет ничего beyond здесь. Я знаю. Что если бы я сказал, что я вернулся в Бога? Это Джеймс. Он плохой человек. Джеймс. И… Да, я знаю. Он стоит искать тебя, что это не ты. Потому что он такой? Ты... Знаешь что-то? Да. Мария, ты... В любом случае, это то, что ты думаешь, что ты вообще не знаешь ничего. Это нормально. Хорошо. Продолжение следует. 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 что в своей судьбе с Джеймсом, то есть вот такая вот история, это лишь одна из немногих теорий, я все-таки ее придерживаюсь, потому что многим трудно принять как иллюзии, да, вот созданные Джеймсом, сами живут в этом городке, ходят, взаимодействуют и так далее, ну, друзья, это город, он притягивает совершенно разных людей, возможно, тот же самый Эрнест, это вообще иллюзия какого-нибудь другого человека, или, возможно, они вообще все находятся здесь в этой ловушке и могут, в принципе, с собой взаимодействовать, а что, город может создавать сам любые воспоминания, видимо, любые совершенно иллюзии и так далее и влиять на людей, то есть, мне кажется, в этом городе может происходить вообще все, что угодно, и этот город всегда дает шанс фактически всем людям, чтобы вновь, как бы, проверить их, испытать и чтобы они искупили свои грехи, наконец-таки. Ну, мне кажется, можно, конечно, про Марию в конце думать все, что угодно, возможно, все-таки остались люди, которые думают, что она действительно настоящий человек, спорить, как всегда, я говорю, не буду, как хотите, друзья, в общем, как считаете, я на ваши ответы не могу дать вам ответ на ваши все вопросы, потому что вам могут дать наверняка только разработчики, если они сами этого знают. Так что, друзья, давайте на этом закончим, и, в принципе, мы закончили наше прохождение в целом, второго Сайлент Хилла. Спасибо еще раз огромное всем тем, кто смотрел. Я думаю, мы с вами уже увидимся при прохождении первого Сайлент Хилла, где сюжетом будет все-таки уже немножечко полегче. Сохранимся, здесь результаты игры были, но они нам уже фактически не важны. То есть, давайте я еще раз сохранюсь на всякий случай. Ладно, друзья, на этом все. Всем спасибо, кто смотрел, с вами был Теслер. Увидимся тогда с вами в следующих прохождениях. Всем пока.